МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова В 1850-х годах в Аванце было 300 домов с более чем двумя тысячами армянских жителей, позднее около 500 домов с армянским населением. В начале XIX века в селе действовала гимназия. Население в основном занималось садоводством, земледелем, меловарием, рыбалкой, судостроением и судоходством. В 1915 году жители села Аванц приняли активное участие в героической самообороне Вана. Аванц был разрушен в годы геноцида. Многие жители погибли по пути миграции. Часть выживших сменила веру, не покинув разную колубель. Отчасти нашла убежище в восточной Армении. Азербайджанская сторона в Москве также коснулась рудников, эксплуатируемых в Арцахе. Генпрокурор Азербайджана Киамран Алиев на трехсторонней встрече с генпрокурорами Армении и России заявил «Неприемлемая организация незаконных визитов в арцахских регион и незаконной эксплуатации природных ресурсов». Подобным заявлением ВАГУ пытается показать, что имеет право принимать решение на территории Арцаха, говорит депутат парламента Арцаха Артур Арутюнян. Об экологических проблемах в Арцахе ВАГУ начал активно говорить в прошлой неделе. Все началось, когда из-за экологических проблем трассу, связывающую Арцах с Арменией, держали закрытой более трех часов. Депутат считает неприемлемыми шаги азербайджанской стороны и рассматривает их как провокационные. Сообщается, что арцахские парламентарии на днях выразили свою позицию командиру российских миротворцев. Западная Армения следит за происходящими событиями в случае необходимости выступить в заявлении. Защитник прав человека Республики Армении Кристина Григориан в рамках визита в США 9 декабря в Вашингтоне встретилась с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам демократии прав человека и труда Кара Макдональдс. В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно ситуации о правах человека в Армении, были обсуждены приоритетные вопросы. Обудсмер представил последствия азербайджанской агрессии на территории Армении 13-14 сентября, в частности продолжающиеся нарушения прав человека за документированным опуссменом. Также, интересуясь рядом индивидуальных дел, касающих прав человека, Кара Макдонс подтвердила, что правительство США продолжает работать над гуманитарными вопросами. В конце встречи стороны договорились продолжать сотрудничество. По предложению президента Республики Арцах 9 декабря, создано внеочередное заседание Национального собрания по повестке для инициатора. Перед тем, как перейти к заседанию, председатель Национального собрания Артур Тавмасян, в связи с утвержденным ООН 9 декабря днем предупреждения и осуждения геноцидов, опубликовал предложение Национального собрания Арцаха. Российской Федерации, Соединенным Штатам Америки, Франции и всем государствам мира и их парламентам Национальное собрание Республики Арцах предлагает осудить нынешние провокационные действия Азербайджана в отношении Республики Арцах и народа, квалифицировая их как геноцид, осуществляемый в XXI веке. После парламент минуты молчания почти в память невинных жертв геноцида во всех государствах. По обвинению за оскорбление турецкого, Генеральная прокуратура Анкары подала иск против 11 бывших членов Демократической партии народов, требуя осудить их в соответствии со стаёй 301 Уголовного кодекса. Судебный иск был основан на заявлении, сделанном 24 апреля 1921 года, в котором политики высказали конкретную позицию по геноциду, осуществляемому против армян. В обвинительном заключении приводится заявление, сделанное политиками 24 апреля 1915 года специальной организацией Комитета «Союз и прогресс» были насильно изгодны и убиты 250 представителей армянской интеллигенции и политических деятелей. Армянский народ подвергся геноциду и изнан со своей родины, где жил на протяжении тысячелетий. Затем Западная Армения была решена крестьянство. В результате геноциды имущества и культурные ценности были квалифицированы. 106 лет Турция не сталкивалась лицом к лицу с геноцидом армян, впоследствии чего преступление повторилось и дошлось до наших дней. Крупные преступления остались безнаказанным, дискриминация и проявление ненависти стали обычным явлением. Геноцид армян – это прежде всего проблема, с которой нужно соприкоснуться, принять в гуманитарном, правовом и социальном плане. Геноцид армян произошел на территории Западной Армении, а справедливость должна восторжевать на этих землях. Издательство Ниссан выпустило свет книгу Нубара Яломяна «Возвращение на родину» в переводе с армянского на турецкий. Издательство предисловий представило книгу и произведение следующим образом. Имя Нубар представляется подснежником, который цветет в сердцах армянского и курдского народа. Впервые в переводе мы публикуем с армянского на турецкий его стихи и статьи, которые выражают неисчерпаемые идеалы его свободы и искренние чувства к родине и собственному народу. Нубар Яломян, чье перо и слово были направлены против невежества и тьмы, придают большое значение тоске по родине. Когда речь идет об армянах, родина становится неиссякаемой тоской, проникнув в болью геноцид. Нубар, не раз подвергшийся изгнанию, чувствовал так глубоко, что это чувство отражалось в его поэзии. Он искал свою свободу в родине Армении. Напомню, что армянский революционер Нубар Яломян родился в 1957 году в уезде селок губерния Шернак Западной Армении. Активно работал в Нидерландах турецкой разведкой 5 ноября 1982 года. С 1977 года среди номинантов на премию «Музей года» 2023 года, присуждаемый Европейским музеем форумом, музей места памяти Гранта Динка, открывший свои двери для посетителей в 2019 году, в конкурсе примут участие 33 претендента в различных номинациях. Победители премии будут представлены на церемонию награждения, которая состоится с 3 по 6 мая 2023 года в Музее истории Барселоны после конференции форума Европейских музеев. Место памяти Гранта Динка получило свое название от статьи Гранта Динка, опубликованной 23 апреля 1996 года в Акосе. Этот музей является мостом, который объединяет такие общечеловеческие ценности Гранта Динка, как демократия, равенство, справедливость, права человека и свобода. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Гранта Динка Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!